Друзья мои дорогие, добрый день с вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы. Я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами обсудим модную тему, что сейчас происходит в Великобритании, что сейчас происходит в королевской семье, потому что к тому же вчера вышла такая вот новость. Извините, я поворачиваюсь, потому что я пытаюсь приспособиться к освещению. К тому же вчера вышла вот эта вот новость. Она оказалась фейком, что скончался король, Карл Третий. И, конечно же, бум пошел по этому поводу в интернете, в соцсетях, там в таблоидах и прочее, и прочее. И плюс еще вот эта тема Кейт Миддлтон, его невестки, которая пропала, которая не появляется несколько месяцев. Друзья, ну мы сегодня утром с моими подписчиками в формате моего телеграм-канала некоторые вопросы обсудили. И я хотела бы поделиться своим мнением, что думаю я по этому поводу. И, друзья, как и всегда, в конце каждого предложения, высказанного мной в конце каждой мысли, я хочу поставить знак вопроса. Я не знаю, я только так предполагаю. На мой взгляд, всеми вот этими процессами очень здорово манипулирует Камилла, вторая жена бывшего принца Чарльза, короля Карла Третьего. Надо еще привыкнуть, потому что на протяжении стольких лет принц Чарльз и принц Чарльз. Почему я так думаю? Вообще, она, многие говорили о том, что она женщина умная, с чувством юмора, но что она выдающийся манипулятор. И, кстати, вот принцесса Диана после развода, смотрите, это прошло около 30 лет, в своем интервью BBC, а, кстати, вот королевская семья, они очень не любят, когда выносят мусор из дома, хотя на самом деле я считаю, что это очень хорошее качество, потому что грязные пани спорки села воно ден троказа, потому что грязная пирема стирается, конечно, внутри в доме. Но у них существовало всегда такое правило жесткое, никогда не оправдываться, ну и, в общем-то, не выносить мусор из Дворца, из Букингемского. Так вот, принцесса Диана дала интервью, и в формате вот этого интервью после развода она сказала, что мы всегда жили втроем. То есть королева Елизабета, Елизавета II, она ее не любила, а кто бы спорил, а вы считаете, что такой персонаж, как Елизавета II, у которой на лице все читается, она кого-то в состоянии была любить, я даже думаю, что она не в состоянии была любить своих собственных детей, потому что нашим миром, друзья, управляют психопаты, нарциссы, социопаты, то есть люди с пограничным расстройством личности, то есть такие вот вышеуказанные отклонения, они считаются патологией, они считаются отклонениями, но, в общем-то, это люди, внутри которых очень большая дырка, темная дырка, и почему они не любят эмпатов? Потому что просто-напросто они эмпатом завидуют. Читайте Сэма Вагнина, я считаю, выдающегося израильского психолога, который как раз занимается вопросами вот этих вот пограничных расстройств. Вот, в общем, она Диану не любила, наверное, точно так же, как и всех остальных, но вот видите, вот эти нарциссы, психопаты, они ищут всегда людей ресурсных, и, в общем-то, какой ресурс был обнаружен в Диане? Она была дворянского происхождения, но не богатая, не из богатой семьи, забедневшей, зато она представитель рода Спенсеров, и плюс еще в роду у нее были Мальбора. То есть, таким образом, она потомству, Винзорам, она могла принести очень хорошие бонусы, именно вот эти семейные, фамильные бонусы. Вот, поэтому, естественно, сначала там было сахарное шоу, потом там были эмоциональные качели, потом там было обесценивание, и потом в конце была утилизация. То есть, в общем-то, Диану, когда из нее выкачали вот эти самые ресурсы в виде потомства, просто-напросто ее потом утилизировали. Потому что жертва, человек с эмпатией, он, конечно, в такой обстановке жить не может. Так вот, Диана во время своего интервью, по-моему, это был канал BBC, она говорила, что мы жили все время втроем, потому что в жизни нашей всегда присутствовала вот эта самая Камила. Ну, друзья, я считаю, что мы все родом из детства, и тут не имеет значения королевская эта семья или простые рабочие. В любом случае, дети, на мой взгляд, они всегда перенимают, даже если они с няньками растут, ну, генетика есть генетика, они все-таки перенимают манеру поведения, модель поведения родителей. Поэтому что, в общем-то, из себя представляла семья Чарльза? Это мать, которая, в общем-то, такая вот безэмоциональная, без эмпатии, но такой пилон. Его отец Филипп, который, в общем-то, был свадебный генерал, так она его за поводок Елизавета все время водила, а мужик он интересный и красивый. В общем-то, особенно, видимо, заняться ему было нечем, кроме там какой-то общественной благотворительной работы. Розетки вряд ли он в доме чинил, точно так же, как и водопровод. Поэтому, в общем-то, единственное, чем он себя развлекал, потому что мужику все-таки любому занять себя чем-то надо, это фаворитки. Поэтому, по всей вероятности, Чарльз, он с детства привык, что вот мать пилон, мать командует, безэмоциональная, сухая. И плюс еще отец, который позволял себе иметь этих самых фавориток. И мать это все устраивала. Мать не жужжала по этому поводу, знала об этом. Ну, скажем так, монаршие дела, они важнее. К тому же, опять же, люди, которые не обладают эмпатией, в общем-то, им, наверное, где-то пофиг. Несмотря на то, что, в принципе, нарциссы и психопаты, они очень-то люди достаточно ревнивые и плюс еще завистливые. Но об этом мы поговорим. Может быть, там с ревностью не очень хорошо дело обстояло, но с завистью, по всей вероятности, да. Особенно к молодости. К молодости, к людям с эмпатией. Соответственно, Чарльз, в общем-то, взял на себя такую манеру поведения. И обратите внимание, в общем-то, он точно так же себя вел в семье по отношению к своей жене. Но вот эта самая Камилла, на мой взгляд, опять же, изучая психологию, мне очень нравится психология как наука, на мой взгляд, когда он связался с этой Камиллой, которая была старше его, которая, в общем-то, женщина, мягко говоря, неинтересная, он где-то видел в ней продолжение своей матери. То есть, в общем-то, ввязавшись в эти отношения, он пытался решить какие-то вопросы с ней, с Камиллой, которые он не смог решить с матерью. Поэтому Диана рассказывала, чуть что он бегал к ней, там какой-то кризис у них, какая-то ссора семейная. Он бегал к ней, и она, в общем-то, ему давала такую, знаете, материнскую любовь. Потому что нормальная женщина, она скажет, если ты приходишь ко мне, ты закончишь сначала свои предыдущие отношения. Законтишь предыдущие отношения, потом придешь ко мне. Это нормальная форма отношений, а не токсичных. А у них было по-другому. То есть, она ему давала какую-то вот такую материнскую любовь, которую, в общем-то, не будет, наверное, давать обычная нормальная женщина, которая претендует там на роль невесты, на роль жены и так далее, и так далее. А его, как недоросля, как мужчину, в кавычках, который взял манеру поведения отца, наверное, это значительно больше устраивало, чем молоденькая Диана, которая там и всплакнуть могла, и депрессия у нее могла возникнуть. Она не понимала вообще, куда она попала, и что с ней происходит. То есть, отношения не сложились. Да, так вот, Диана во время своего интервью говорила, что Камила – она выдающийся манипулятор. То есть, она манипулировала полностью их взаимоотношениями. Значит, как строились их отношения? Они строились исключительно под ее диктовку. Ну, так бывает. В общем, она не выдержала. Был у них вот этот вот самый развод. Чарльз пошел в объятие к своей второй мамочке. Опять же, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь. А у Дианы следующий там был этап – это были арабские мужчины. Я не думаю, что это было там от какой-то тестостероновой распущенности. Не от ее, у нее от тестостерона, я имею в виду, вот от тех партнеров, которых она имела. Но, может, она просто после своего муженька, вот такого недоросля, мальчика, она видела, может быть, какое-то более сильное мужское начало. В общем, что происходит дальше? Практически 30 лет тому назад. Все знали, что она была беременная. И тут я думаю, что даже не столько королева, а сколько Камилла решила так. А зачем? А зачем в нашем роду? Это их форма речи, дворняги. Когда они вот так вот боролись, да, там, за породу, Спенсеры, Мальбора и так далее, и так далее. А тут, значит, вроде бы вот от этого доди Альфаэта у крон-принцев, кто может быть сводных братьев или сестров. Это не моя мысль, не мой вектор размышлений. Это, скорее всего, как они думают в своих семьях, вот в этих вот монарших. Потому что все остальное это для нас, а для них именно, на мой взгляд, именно вот такой вектор поведения. Ну и, в общем-то, вот эта авария, которая была устроена в Париже, вы помните прекрасно, тут гадалки ходить не надо, потому что со временем там все свидетели пропали, и водитель пропал, и там какие-то ребята, которые на мотоцикле проезжали, никого найти не могут. Все. То есть этот вопрос был решен. И, на мой взгляд, это была манипуляция Камиллы. Вот она, значит, прибрала себе вот этого Чарльза, сынка. Вот. И дальше, соответственно, в общем-то, они избавились таким образом от Дианы. Следующий момент. Два сына, Уильям и Гарри. Да, значит, Уильям, он внешне похож на мать, а модель поведения у него полностью отца и деда. То же самое. Там какие-то девчонки у него там всегда были. И вот эта вот Кейт Миддлтон, на которой он женился. Я не знаю, я не могу рассуждать, какие у них были взаимоотношения. Женился. В общем-то, она не какого-то особенного аристократического рода, насколько я понимаю. Но, кстати, чисто внешне девочка очень миленькая, симпатичная. Ну, вот, видите, а им больше нравится. Вот как Камила, видимо. На мой взгляд, мужчины-монархи английские, может быть, они понимают во многих вещах. Вот он вертолетчик, например, Уильям. Он вертолетчик, военный вертолетчик. Наверное, в вертолетах он понимает, а вот тех, в ком они не понимают, это женщины. Может, лучше понимают в мужиках. Не знаю. Ну, вот Уильям взял такую модель поведения. Там у него девица какая-то на жалоба, похоже. С женой не сравнить, конечно. Вроде бы, как он там тусит с ней. И тусит достаточно давно. И вроде бы, говорят, что там даже родился ребенок. Ну, какая-то она там маркиза. Замужняя, значит, имеет и детей, и так далее, и так далее. Но у них свой, видимо, подход ко многим вещам вот у этой английской аристократии. Бог тебе. Опять же, я не берусь рассуждать там по поводу их чувств, которыми, наверное, они все-таки не владеют, на мой взгляд. Потому что Чарльз, я тоже не думаю, что он импат. Скорее всего, он пограничник. А вот Камила, наверное, все-таки даже не нарциссизм, нет. А, скорее всего, такая форма психопатии. Что психопатия, формы психопатии тоже разные бывают. Психопатия – это не всегда, друзья, когда человек импульсивный, орет, крючит. Психопат, он просто может быть по себе безжалостным таким. Он может быть абсолютно спокойным, но идти к своей цели, даже с улыбкой, но идти к своей цели, как танк, и даже, в общем-то, годами. Поэтому, конечно, это ненормальное токсичное отношение. Но когда имеется цель, и вот, кстати, вот эти все пограничники, они еще очень хорошо умеют объединяться, когда против кого-то, либо ради какой-то цели. И плюс еще тут мотивация и организация психопатов и пограничников. Это психопаты и пограничники достаточно, скажем, такого высокого, скажем, уровня, социального уровня, может быть, даже в чем-то интеллектуального. Но вы это ставьте на карандаш. Опять же, я хочу вам сказать, вы смотрите репортажи Сэма Вакнина. То есть, если это два психопата, два нарцисса, или там нарцисса-пограничник, или психопат-пограничник, рано или поздно в любом случае наступает момент утилизации, что они не могут строить отношения пожизненных. Это могут быть там на год, это может быть на полтора года, это может быть на пять лет, это может быть там на десять лет, на двадцать. Но утилизация более слабого элемента, даже если это человек с пограничным расстройством, личности, все равно наступает. И вот я почему-то думаю, отвечая на ваши вопросы, что сейчас наступил момент утилизации Карла Третьего. Потому что пока отец его был жив, он первый скончался, потом скончалась мать, королева Елизавета Вторая. Господи, по-моему, год прошел, год с небольшим, как ее не стало, да? И, в общем-то, вот год они выдержали, чтобы уж прямо так совсем на глаза не перло. И сейчас наступил момент, вот вы знаете, у него там рак нашли, да? И говорят, что такое достаточно активное ураганное течение, несмотря на то, что они все там долгожители, то есть, в общем-то, они, скажем так, генетика у них хорошая, здоровая. Ну, плюс там еще кое-что, видимо, хром этот самый, как его, помните, мы много на эту тему тоже говорили, с Адреном связанный, вот. Видимо, все это, как бы, оно присутствует. И плюс еще там суперконтроли, и, конечно, эскулапа у них, это не то, что у нас вот здесь вот в Азле, а наверняка это высший пилотаж. И все равно, вот, скажем так, пропустили. Я считаю, опять же, моя точка зрения, что это было все спровоцировано, все было сделано, причем параллельно. Видите, Кейт, значит, раз параллельно и Кейт, исчезновение Кейта, плюс еще Чарльз, значит, видимо, какие-то там сроки поджимают. С чем это связано? С тем, что происходит сейчас на Востоке Европы, потому что сейчас прошли выборы. Я думаю, что это все в любом случае звенья одной и той же цепи. Значит, надо каким-то образом скорее-скорее все это делать. Значит, Кейт, бедолага, она пропала, пропала, по-моему, еще перед Рождеством в прошлом году. Ее потом не видели. Никто не видел, не слышал, она нигде не появлялась. Вот, и плюс еще, значит, с Чарльзом вот такая вот вещь. По поводу Кейт, значит, тут вчера в связи с тем, что Чарльз умер, а потом он не умер, это было опровергнуто, и сразу сказали, что from Russia was love, что это мы придумали все. Ну, я понимаю, конечно, это все придумал Черчилль в 18-м году. Ну, лишь бы на кого-то свалить. Я думаю, что это, в общем-то, таблоиды их сработали, англосаксонские, чтобы каким-то образом встряхнуть эту ситуацию, вот, чтобы, может быть, даже, как бы, переракировать наше внимание на что-то вот другое, не на столь важное, что сейчас происходит. Вот, а потом в отношении Кейта они сказали, что нет, вы знаете, она вчера вот появилась, ее видели, что она ездила со своим мужем, с Вильямом, в какой-то магазин, магазин, фермерский магазин, там, в Виндзоре, и вот их, значит, соответственно, там засняли. Есть такое видео, то есть вы можете набрать в интернете, значит, Кейт Миддлтон вместе с мужем, со своим в сельскохозяйственном, то есть в этом фермерском магазине Виндзоре, и вы посмотрите вот это видео. Значит, я сделала несколько скриншотов, я идентифицировала этот фермерский магазин, я его нашла, и существует такое понятие, как TripAdvisor, и, в общем-то, я пошла, посмотрела фотографии, последние фотографии, которые там оставляли пользователи. Просто смотрите, через YouTube, через Google Map, Google Map YouTube на территорию этого магазина попасть почему-то невозможно. Вот рядом вдоль стены можно пройти, и то я хочу отметить, что некоторые моменты, некоторая часть там стены было затемнено, а вот на территории самого вот этого комплекса, на территорию попасть невозможно. Вот, ну вот, о какой причине, я не знаю, но TripAdvisor, значит, как бы в помощь, потому что я думаю, что этими услугами этого магазина пользуются не только монаршие персоны, но и все остальные, в общем-то, кто имеет денежки. И вот какая интересная вещь у меня вылезла. Вот смотрите, это последняя фотография 2024 года. Вот вы обратите внимание, зелененькая труба, вот я сейчас фотографию эту увеличу, видите, зеленую трубу с правой стороны. С левой стороны, видимо, над продовольственным комплексом, вы увидите маленькую, вот такие же маленькие трубы, они находятся по периметру. Вот, и вот на этой фотографии, то есть на видео, где выходит Кейт вместе со своим мужем, веселые, довольные, подпрыгивают они, в общем-то, видны обе вот эти трубы, зелененькая и вот эта вот маленькая, которая там по периметру у них находится, вдоль всего вот этого продовольственного комплекса. Значит, таким образом мы этот магазин идентифицировали. Ну, обратите внимание на кафе, потому что кафе там не стационарное, а кафе, в общем-то, там, где столики можно переставлять. И что характерно для таких кафе, в общем-то, каждый год или раз в полгода они немножко интерьер меняют, чтобы он клиентам не приедался. И вот вы видите 2024 год, как расположены столики, и вы видите там, где выходят они. То есть там совершенно другая структура. Там совершенно стоят такие вот, как будочки в этом кафе, и вот этих вот зонтиков там на территории нету. То есть совершенно другой интерьер. И плюс еще парковка, о чем говорят фотографии 2024 года, этой парковки уже нет. Видимо, парковку каким-то образом сдвинули. Но если вы найдете это видео, обратите внимание и вспомните, что Кейт и Вильям все-таки им 40 лет. Фотография была, то есть видео было сделано издалека. Там якобы какой-то клиент, посетитель этого магазина, он их там увидел, снял и где-то там в интернете выложен. Ну, да. Верим, как говорится. Все может быть, конечно. Они же претендуют на демократическое общество, что вот так вот можно кронпринца взять и где-то там встретить неожиданно. Допускаю, допускаю, что, наверное, может быть это и так. Но, друзья, смотрите, что выдает человека? Выдает походка. Потому что походка с возрастом, она меняется. Это такая вещь, которую поделать практически невозможно. Если вы не Цицкоридзе, не Роберто Болли или не Майя Михайловна Плесецкая. А так, в общем-то, с возрастом походка, она меняется. Поэтому, если вы посмотрите внимательно видео, то, в принципе, там идет молодежь. Идет парень молодой и идет молодая девушка. Издалека, в общем-то, похожая, конечно, видно, что Вильям, девушка похожая на Кейт, но походка молодых людей. Поэтому, на мой взгляд, как я думаю, что это видео, это консерва, так называемое. Это видео было сделано давно, где-то там оно сохранилось. И просто, в общем-то, для того, чтобы замылить кому-то взгляд, мысль, это видео было вчера вот таким вот образом выложено, что они счастливые, довольные. Были вот в этом фермерском магазине, купили вкусные продукты, и такие счастливые, значит, там едут домой к себе, чтобы это все поглощать. Но, судя, вот даже по силуэтам, по походке, это не походка сорокалетних людей. Это походка молодежи. Ну и плюс еще столики, которые не совпадают. Поэтому я думаю, что там что-то происходит. Я думаю, что от Кейт они избавились, на мой взгляд. Почему? Потому что если принц овдовеет, или, предположим, он разведется, как развелся его отец, то после смерти Карла Третьего ему, Вильяму, будет значительно сложнее стать престолоприемником. Вот. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, вот на это место очень сильно претендует Камила. Поэтому, когда Карла Третьего его не станет, я почему-то не исключаю такого варианта, такой вариант, что Камила, хотя это, в общем-то, против всех правил, но ходят такие слухи, что якобы Карл Третий, он подписал сейчас какую-то бумагу, которая говорит, что там, значит, некоторые правила меняются. Теперь. для престолоприемников. Поэтому, вполне возможно, что он что-то сделал для Камилы, раз она вот так вот всю жизнь им на протяжении стольких лет манипулировала. Поэтому, скорее всего, что в ее пользу. Кандидатура младшего, маленького вот этого вот, Энри, она вообще не рассматривается, потому что они там опозорили вместе со своей женой Меган. Кое-что, много чукисленького слили, про монарши, про монаршую семью рассказали. Поэтому его кандидатура вообще не рассматривается. А Вильям, если у него будет развод или он, допустим, там обдовеет, то, в принципе, сейчас его можно и будет и подвинуть. Вот. Так вот. Ну и предоставь ему, допустим, новую игрушку, новую жену, жабу. Пока он с ней там будет разбираться, в принципе, Петрон у него может и уйти. И, на мой взгляд, у него модель поведения у Вильяма не мужская, полностью в отца и в деда. Ну, опять же, это моя точка зрения. Поэтому я почему-то думаю, что сейчас все идет под эту самую Камилу. Сейчас там Обам приехал в Англию. Поэтому они сейчас, видимо, думают, кого на тот свет, кого куда, а кому престол. Кто стоит за Камилой, стоять будет за Камилой. Если какие-то структуры финансовые, серьезные, за ней уже стоят, то будет она. Кому нужен этот Вильям? Камила, она более серьезная фигура. Она давно манипулирует монаршем, двором английским. Поэтому, может, в такой ситуации, какая сейчас складывается политическая ее фигура, она будет более выразительной, более убедительной, чем фигура вот этого, скажем так, мужчины Вильяма. Ну, я высказала свое мнение. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok